Ты играй, ты играй, итальянка, говори, ничего не скрывай. Один в мире и тот в Сибири. Так называется праздничная концертная программа в честь юбилея гармониста Дмитрия Ивашенко, прошедшая на Старый Новый год в киноконцертном комплексе имени Маяковского. Сегодня мой день рождения, на который приходит очень много новосибирцев и не только. Люди приезжают с разных городов, буквально со всей России, поэтому сегодня праздничный юбилейный концерт. С лучшими песнями, с фейерверком, с лучшим светом. В общем, поистине общегородское событие. За плечами у Дмитрия уже немало достижений. В числе победа в конкурсе «Ордынка» в 2015 году, участие в нескольких выпусках передачи «Привет, Андрей» на телеканале «Россия-1». И, конечно же, любовь слушателей по всей России. Недавно музыкант вернулся из очередного тура по стране. Был тур, значит, Пермский край. Десять концертов подряд. Всем привет, пермикам передаю. Спасибо за теплый прием. Конечно, не везде аншлаги, но парочку аншлагов было, и это очень грело душу. В планах еще более масштабные гастроли. Через неделю у Дмитрия должен состояться концерт в Москве, но на этом юбилейные выступления не завершатся, обещает артист. Я думаю, что вот проехаться с концертами от Москвы до Владивостока, не спеша, спокойненько по всем селам, городам, закоулкам, это будет хорошо. По словам Дмитрия, песни под гармонь приобретают все большую популярность. Однако это нельзя назвать фольклором в классическом понимании. Приходится постараться, чтобы эта музыка стала близка и понятна современному слушателю. Это современные танцы, это независимость от проводных микрофонов, вот что очень важно. Ну, конечно же, это набор современных инструментов, в том числе гармонь подзвучивается современными микрофонами, это уже тоже стало традицией в моих концертах. Ну, еще, кстати, гитара присутствует в концерте. Русские песни под гармонь, искрометный юмор и широта русской души. Так говорят поклонники о творчестве Дмитрия Ивашенко. Гармонист и певец из Новосибирска видит свое призвание в том, чтобы нести в массы русскую народную культуру. И своим творчеством музыкант старается доказать, что при правильном подходе фольклорный жанр никогда не устаревает и находит дорогу к сердцу слушателя. И судя по количеству зрителей на его концертах, это ему удается очень даже неплохо. Чтобы остаться навсегда с тобой.